Порой нам, когда случайно, а когда не совсем, попадают в руки какие-то старые вещи. Когда это находки, когда игрушки, а бывает так, что какие-то непонятные штуки. Одни люди забирают их домой, ну а вдруг пригодится. А другие, например, увидев на барахолке, просто проходят мимо. Мне это точно не пригодится, думают они. Но не все знают, что на старых вещах в наше время можно реально заработать деньги. И порой бывают очень неплохие деньги. Но как отличить просто интересную штуку от той, которая стоит денег? Надо смотреть подобные ролики у меня на канале, они выходят регулярно. Так что давайте посмотрим, что находят поисковики и покупают коллекционеры. Посмотрите только, какую интересную находку поднял парень в Крилоградской области. Поднял, помыл и решил продать. Когда смотришь, то не сразу и понятно, что оно такое. Как будто медаль, ну а может быть жетон. А вот с этой стороны уже как бы и монета, да? Это у нас, друзья, 5 марок 1932 года. Гетто. Монетка из серебра, как бы считается очень-очень редкой. Вы такую видали? Уверен, что нет. За данным лотом садило 9 человек. Это те, которые тоже не видали. И под конец торгов кто-то сделал одну победную ставку. Такая монетка из земли была куплена ровно за 38 тысяч гривен. Это у нас на момент монтажа видео примерно 1 тысяча долларов. А вот так вот мега удачно попипикал парень в Сумской области. Что нашел? Так это древнее украшение ЧК. Лунница называется. Форма как бы не совсем обычная. Почти 4 грамма древнего золота. Парень заморочился, проверил пробу. 920 плюс. И камень по центру. Красивый. Гранат. Никаких серьезных потерь нет. За данным лотом садило 144 человека. Любители гранат. Сделали 81 ставочку. И такая древняя находка из земли была куплена ровно за 25 тысяч гривен. Это примерно 655 долларов. Я почему-то думал, что будет дороже. Парень в Житомирской области продавал вот такую вот красивую, но чуток странную монету. Это у нас Таллер 1622 года. Почему странная? Ну какая-то она очень уж блестящая. Если он ее нашел и начистил вот так, ну это очень зря, скажу я вам. И вот именно такое состояние вызвало у многих людей много вопросов. Просили фотографии под одним углом, под другим, на весах и все такое. Потому что ну что-то как бы не так по таким фотографиям. Опять же повторюсь, не надо чистить находки. Помыли водичкой и все. После тысячи фотографий монетку признали подлинной. За лотом сидело 86 человек. Сделали 131 ставочку. И вот такой вот не очень частый Таллер был куплен. А здесь внимание за 75 тысяч и 112 гривен. Это у нас примерно 1970 долларов. Парень возле города Львов нашел вот такую вот красоту. Понимаете, кто-то скажет, ну да, ну красиво, ну и что? Какая-то небольшая старая иконка. Разве такое стоит денег? Ну чего, друзья? Что значит красивая? Что значит старая? Это у нас Византия, 11 век. Икона с геммой Богоматери Умиления. И замечу, присмотритесь, вырезана она на кровавояшник. Для такого времени и такой находки состояние просто супер. За данным лотом следило 11 человек. Кто-то не выдержал и бегом влупашил Блиц цену, чтобы никто не перебил. Лот был куплен за 25 тысяч и 1 гривну. Это у нас примерно 655 долларов. А может быть, если бы не Блиц, ушла бы в разы дороже. Знаете, говорят, краткость сестра таланта. Парень в Ровинской области нашел вот такую вот находку. Долго не думал. Назвал свой лот просто. Хрест. Полевознаходка. И все. Сказал, как отрезал. Уточню. В подобных находках огромную роль играет номер. Не именно какой номер, а сколько в нем цифр. У нас 5. Видите? 5. Это у нас никак не миллионник. За данным лотом сидело 83 человека. Сделали 96 ставочек. И вот такая вот полевознаходка была куплена за 96 тысяч и 2 гривны. Это у нас примерно 2,5 тысячи долларов. Только честно. Видели когда-нибудь такую находку? И никакой это не якорь. Это клевец, топор, казары. Вес примерно 246 грамм. Кроме того, что находка просто прекрасная. Послушайте, что пишет продавец. Только злису. Не мыб, не чисты. Просто прошелопав дырку. Стан бимба. Очень интересное описание. Многие не поймут. Но все же находка крутая. За данным лотом сидело 72 человека. Сделали 98 ставочек. И такая вот просто помытая находка из лесу была куплена за 15 тысяч 266 гривен. Это у нас примерно 400 баксов. Чтобы найти что-то подобное, это должно быть просто мега везение. Потому что на МД такого не найти. Это у нас каменный топор. Это только глазами на поверхности. Ну или ямку дома копал. И обратите внимание, форма какая интересная. Люди до сих пор спорят, как в каменных топорах делали отверстия. Такие ровненькие и красивые. Тогда же их резы не было. Некоторые говорят другим камнем. А некоторые говорят, что палочкой туда насыпали абразив. Вращали и все такое. Но не важно. Парню вот так вот повезло. За данным лотом сидела куча людей. А именно 131. Сделали 19 ставочек. И в итоге такая вот каменная находка была куплена. За 20 тысяч и 502 гривны. Это у нас примерно 540 баксов. А тут вообще интересно. Парень в Кировоградской области говорит, что нашел вот такое вот сложное витое золотое кольцо периода КМ. Ну вот именно такое я никогда не видел. Попроще, да. А тут смотрите, какие завитухи. Ух. За лотом сидело очень много. Больше, чем 200 человек. Но у многих возникал вопрос, что это такое. Вот присмотритесь. Какие-то такие ровненькие. Как бы полосочки, да. Но закрадывается мнение, что это уже современщина. Что это от современного какого-то инструмента. Вот как пассатижики маленькие. Хоп. И все. Золото правильное. И все такое. Но сделано уже в наше время как бы под старину. Вот эти 200 человек следили, следили. И была сделана только одна ставка. Лот был как бы продан за 37 500 гривен. Это у нас где-то 985 долларов. Но некоторые люди говорят, что это купил кто-то сам у себя. Хотел так как бы стартануть. А как вы думаете? Настоящее или вот эти вот черточки говорят о том, что не. Но это точно настоящее. Красивое такое бабушкиное ожерелье под названием Балламут. И вес такой внушительный 205 грамм. За данный лотом цедило 58 человек. Но сделали 104 ставочки. И такие вот бусы серванта бабушки были куплены за 29 тысяч и 5 гривен. Это у нас примерно 760 долларов. Запомните сумму 760 баксов за бусы бабушки. И смотрите вот какая вот красота. Древность. Заморсная пряга с мальтийским крестом. Вот видите красивый такой зелененький. Это у нас готы. Камешки такие. Ух. Гранаты все такое. И как бы целое. И если до понимания вот так вот. Где готы, а где бабушкин сервант. Но спрос и предложение. За данным лотом следило 177 человек. Сделали 97 ставочек. И вот такая вот мега древность с мальтийским крестом готы была куплена ровно за 25 тысяч гривен. А это у нас 655 долларов. Вот так вот. Смотрите какое древнее божество откопал парень под Киевом. Говорит в лесу. Помыл водичкой, чуток прошел со щеткой от земли и все. Больше ничего не делал. Что за бок такой с двумя хвостами? Да кто его знает. Ну за лотом следило 137 человек. Сделали 62 ставочки. И в итоге такой вот хвостатый бок был куплен за 7 тысяч и 3 гривны. Это у нас примерно 185 долларов. Вы только посмотрите какая патина. Кажется такая глубокая зеленая. Да как будто вот пластик. А нет друзья это патина. Нет нет это никакой не наконечник. Это настоящее копье. Огроменное копье эпохи бронзы. За данным лотом следил 71 человек. Но это любители копьев. Сделана была под конец одна ставочка. И такая находка из земли была куплена. Ровно за 15 тысяч гривен. Это примерно 400 долларов. Так что друзья если у вас есть какая-то копанина. Старые вещи. Вы хотите это обменять на деньги. А не знаете как правильно это сделать. А главное законно. Напишите мне по ссылочкам под этим видео. Только сразу добавьте туда хорошие фотографии. И я вам помогу.